здравствуйте дорогие друзья и коллеги мы с вами снова на канале психфарм тв который всегда на вашей стороне и мы продолжаем беседу о ноутропах и конечно же мы учитываем ваше мнение когда мы готовим наше выступление вот здесь представлено пожелание поговорить обо всем этом и сегодняшний нас рассказ об актовегин вы можете задать вопрос а какой же актовегин ноутроп он не относится к классу ноутропов он относится классу веществ которые применяются для восстановления тканей но на самом деле есть люди которые считают что он может быть и ноутропа и конечно этим людям следует ждать повторного инсульта о чем мы и будем сегодня с вами говорить и так что такое когнитивное расстройство мы употребляем этот термин уже наверное не первый раз и хорошо бы об этом сказать два слова что это такое но когда мы с вами смотрим на яйцо это восприятие я уже даже сейчас подумал не является ли данное яйцо девятым или десятым но все равно независимости от того какое это яйцо по номеру это восприятие дальше у нас внимание значит когда восприятие мы видим что она круглый внимание хрупкое яйцо мы вспоминаем что это яйцо лучше трогать очень и очень аккуратно память оно съедобное мышление если разобьешь то останешься голодным вот этот весь комплекс который у нас происходит в голове одновременно ученые в своей мудрости и называют когнитивными функциями и вот эти когнитивные функции у больных нарушаются и действительно они часто нарушаются особенно после ишемического инсульта если инсульт один то скорее всего будет легкое когнитивное расстройство или легкое когнитивное нарушение а вот если инсультов несколько то возникает тяжелое когнитивное расстройство которое называется деменцией сегодня мы не будем с вами говорить о тяжелых когнитивных расстройствах а деменциях мы сегодня с вами говорим о легком когнитивном расстройстве что известно о легком когнитивном расстройстве в настоящее время ученые считают это является общепринятым во всем мире если вы посмотрите в различные руководства по неврологии по психиатрии где угодно в соединенных штатах в европе то вы увидите что всем врачам рекомендуется сообщать пациентам и их родственникам что не существует никаких препаратов для лечения легкого когнитивного расстройства их просто нет нет и никаких пищевых добавок которые бы могли человеку помочь то есть если вам кто-то говорит что принимаете для лечения легкого когнитивного расстройства какой-то препарат он пытается вытащить из вас деньги помните пожалуйста про это психфарм канал психфарм тв всегда на вашей стороне помните про то что на вас пытаются наживаться если у вас легкое когнитивное расстройство и вам что-то назначает почему я думаю что это именно так если вы заглянете в любой справочник то вы в этом справочнике увидите что оказывается если в мире для легкого когнитивного расстройства нет ни одного препарата и об этом врачи обязательно должны говорить пациентам и их родственников чтобы они не тратили деньги зря в нашей стране есть четыреста двадцать девять препаратов для лечения этих нарушений вот что у нас происходит какой ужас и какой обман и надо вам сказать что кое-кто решил они попробовать ли октавигин при легких когнитивных нарушениях и появилось исследование с очень красивым названием артемида и вот результаты этого исследования артемида они были напечатаны они были напечатаны на английском языке и вот что я хочу сказать обязательно нужно учить английский язык потому что большая часть информации печатается на английском языке это первоисточник если вы потом будете смотреть переводы то переводы могут сильно отличаться от первоисточника пожалуйста обратитесь к этой статье мы ее сегодня будем обсуждать и собственно вот результаты этого исследования артемида значит в чем это было исследование обследование 503 человека октавигин назначался больным после перенесенного инсульта в дозе 2000 миллиграммов внутривенно капельно в течение трех недель а затем в таблетках 1200 миллиграммов в сутки почти полгода слушайте и вот это вот меня поразило что такое октавигин в таблетках вещество это компоненты крови то есть компоненты крови в течение длительного времени назначали в таблетках представьте себе что вы едите мясо с кровью неужели вы надеетесь что вот эта кровь непосредственно попадет в ваш мозг из кишечника и желудка ни в коем случае не попадет потому что при всасывании она будет подвергаться разложению думать о том что кровь непосредственно может попасть в головной мозг это смешно 21 век а уровень мышления у некоторых людей он находится на уровне гиппократа который назначал больным с эпилепсией пить свежую кровь животных плений старший мы как-нибудь поговорим об этом ученым который погиб при извержении вулкана везувий он писал о том что кровь убитых гладиаторов давали пить старикам а инокентий восьмой который как известно был папой римским для омоложения принимал лекарства приготовленные с крови трех десятилетних мальчиков саму свое здоровье конечно же не поправил потому что кровь сами понимаете никак не может сосаться в мозг но жизни людей лишил чему это вам все рассказываю пожалуйста не уподавляйтесь папе римскому плению старшему и гиппократу но самое интересное что для результатов для получения результатов хватило и внутривенного введения когда вот эти препараты крови действительно могут достигнуть головного мозга и через шесть месяцев лечение получены различия 2,3 баллов пользу препарата по шкале болезни альцгеймера но что такое эти самые две целых три десятых препарата это меньше трех процентов от всей шкалы то есть минимальнейшее улучшение когнитивных функций кто это может заметить да это статистически достоверная разница но клиническое значение но самое интересное что одновременно был получен и отрицательный результат рецидив ишемического инсульта являлся самым распространенным серьезным нежелательным явлением повторный ишемический инсульт наблюдался у больных чаще чем головная боль причем вот эти различия они почти статистически достоверны кто разбирается в статистике он может посмотреть p равно 0,055 еще бы несколько больных и все бы стало статистически достоверно таким образом лечение октавигином дает небольшое улучшение малозначительное когнитивных функций и дает повторные ишемические инсульты что же у нас с вами получается опять остается вспоминать виктор степанович черномырдина хотели как лучше а получилось еще хуже ну кажется вот я понимаю конечно что все в мире считают что легкое когнитивное расстройство лечить нельзя не получается потому что побочные эффекты от препаратов гораздо тяжелее чем та небольшая польза которую можно получить но нельзя же бить ученых по рукам они всегда хотят помочь но хотя бы они по выбирали какой препарат они дают больным а ведь какой механизм действия этого препарата он довольно простой октавигин стимулирует потребление кислорода и глюкозы тканями самыми разными тканями это не специфический препарат он может действовать на любые ткани после того как в клетку заходит кислород и глюкоза там усиливается обмен клетка начинает работать лучше и это используется в мире спорта например команда лэнс армстронга вы знаете какой это был атлет который три года подряд если я не ошибаюсь выигрывал гонку tour de france потом его конечно разоблачили он использовал допинг так вот вся команда обвинялась в использовании октавигина в 2000 году действительно улучшает потребление глюкозы кислорода мышцами возможно повышает эффективность спортсменов я не думаю что команда лэнс армстронга не была снабжена большим количеством специалистов и вряд ли они просто так кололи им октавигин скорее всего они знали о том как хорошо октавигин действует на мышцы спортсменов одно время этот препарат был запрещен в качестве допинга но затем его разрешили но после этого уже наряду со скандалами вот здесь я привожу портрет тайгера вудса врача не самого тайгера вудса а врача тайгера вудса обвиняли в том что он колол тайгера вудса октавигин в 2009 году но он уже тогда не был допингом он просто был запрещен к применению в канаде где все это дело происходило так вот накоплено большое количество данных о том что октавигин действительно способствует развитию мышечной ткани наказывает заметное влияние на митохондрии внушают показатели выполнения упражнения адаптации к нагрузкам и возникла даже новая идея ученые носятся с идеей включить наконец этот препарат список вата пока он вроде бы в 2019 году я просматривал правда по косой список вада вроде бы его там нет но факт то что спортсменам этот препарат действительно помогает а почему же этот препарат не помогает пациентам которые перенесли инсульт это все очень на самом деле просто головной мозг это два процента нашего тела но потребляет 20 процентов кислорода и 25 процентов глюкоза когда мы с вами вводим человеку октавигин октавигин принимается за дело он начинает загонять глюкозу и кислород в ткани причем ему все равно в какие ткани заполнять но ведь мышц у человека по весу гораздо больше чем мозга поверьте мне если бы у нас мышц было меньше то вряд ли эти ученые делали бы исследование артемида они бы задумывались куда они собираются загонять кислород и глюкозу в какие именно клетки так вот когда он загоняет глюкозы кислород не в те клетки мозг начинает обкрадываться а ведь это не мозг тайгера вудса это не мозг ланса рам стронга это не мозг молодого человека почему эти ученые не могли отличить спортсмена который участвует в тяжелых соревнованиях спорте высоких достижений от человека ослабленного который только что перенес ишемический инсульт я честно говоря не знаю это остается на совести этих ученых какой еще механизм может привести к развитию повторного ишемического инсульта этот механизм не такой уж простой но именно об этом говорил франц кавка жизнь все время отвлекает наше внимание и мы даже не успеваем заметить от чего именно если врачи которые наблюдали за своими пациентами верили в то что октавигин может помочь больному и они даже не представляли себе что он приведет к повторным ишемическим инсультам вполне закономерно то вместо того чтобы тщательно следить за профилактикой ишемического инсульта повторного а это антитромботической терапии мы обязательно будем об этом говорить это антикипертензивные средства это статины вместо этого они все свое внимание могли уделять октавигину внимание переключилась на другое жди повторного ишемического инсульта поэтому психфарм тв рекомендует при планировании исследования обязательно изучать фармакологию препарата я конечно понимаю что это звучит дико многие скажут не буду я учить фармакологию плевать мне на механизм действия препарата но вы видите к чему это происходит если вы не знаете механизм препарата не учитывайте его ведь вы назначаете препарат не по показаниям ну как же можно идти к больным не зная не изучив хотя бы фармакологию препарата надо обязательно взвешивать риск и пользу когда вы имеете дело с экспериментами на людях ну и наконец психфан тв конечно же не рекомендует октавигину больных после перенесенного инсульта для улучшения когнитивных функций при легком когнитивном расстройстве поверьте мне пожалуйста что для лечения легкого когнитивного расстройства никаких таблеток не существует чтобы вам не говорили спасибо вам за внимание и ради бога извините меня если я кого-то разочаровал